Цель сегодняшнего, цель этого проекта все-таки приблизить жителя города к чиновникам, к местному самоуправлению. На сегодня законодатели говорят о том, что отключение от центрального отопления происходит либо всем домом полностью, либо никем. С 2005 по 2007 год действительно законодательно было разрешено отключение от центрального отопления отдельных объектов. Но после трагических событий в Днепропетровске, когда наши газопроводы не рассчитаны, когда массово пойдет отключение от центрального отопления и был взрыв, постанова была какими-то пересмотрена, и отопление индивидуальное запрещено. Если каких-то документов нет у теплосети, я не ответственна за это, я не обязана, я не рабу теплосети. По поводу обратки, подачи горячей воды обратки, с 2000 года мы поставили вопросы. Трубы отопления в нашем подвальном помещении, которые проходят через весь дом, в Нелые. Нет изоляции на трубах, на участках есть, на участках нет. Первый этаж нашей девятиэтажки – это заброшенное помещение, которое принадлежит... Пища, пища дорого, в общем, Марком Круду. Мы слышим, Марком Круду, хозяева Кемченко. Семь лет это помещение стоит пустым, никаких пластиковых окон, никакого отопления. Вся разводка труб для нашего дома отопления под их потолком. Трубы без изоляции. Фактически трубы нашего дома находятся на улице при минусовой температуре. Так же и в подвальности, соответственно. Это за собой влечет огромный тип потерь, из-за которых у нас переплата ежемесячная компетенция накопления. Я сравнила компетенцию своей конкретной квартиры и такой же дом, такая же квартира, метраж такой же, так же магазин, такой же проект, помочить в Азона. Я переплачиваю 600 гривен. Наше 120 квартир переплачивают 50-60 тысяч. Что было в этом отопительном сезоне, это страшно подумать. Какие это суммы были? Разобраться, связаться с представителями данного помещения. Если нет у нас контактов, срочно разыскать. Завтра в 9 утра мы пообещаем, что мы встречаемся на данном доме. Все залазим все вместе в подвал и смотрим, что там происходит. Какие там нужно мероприятия принять. А что относительно собственника помещения, у нас должен быть какой-то регламентированный порядок, как мы можем заходить в эти помещения и как мы можем влиять на ситуацию, чтобы жители всего дома не страдали от нерадивого предпринимателя.